Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 августа. Вот спеют мои малыши. Я пришла быстренько, сделала краткий видеообзор метелицы, буяна. Ну и конечно же хочу рассказать несколько слов о сорте полюс. Этот полюс уникальный, великолепный сорт для жителей холодных регионов. Ранний, холодостойкий, детерминатный, но супер урожайный. Он именно для открытого грунта, если у вас нет теплицы, если у вас холодное лето, но вы хотите получить томаты. Он даст вам томаты в любом случае. Куст штамбовый, абсолютно не требует подвязки и посынкования. Растение покрытое все круглыми, выровненными плодами, очень выглядит нарядно. Вот видите, я пришла один раз, только подвязала колушку, ничего не делала. Потом, когда уже наступил момент, они начали созревать, убрала все лишние листья и все. Вот они, как эти игрушки, обвешанные, ой, елки обвешанные игрушками, очень, правда, нарядные. Ну, конечно, плоды небольшие, они плотные такие, ярко-красные, но масса всего 50-90 грамм. Но зато сорт всегда обеспечивает стабильный урожай в условиях сибирского лета, вот как у нас, или в условиях другого лета, тоже холодного региона. На один квадратный метр можно разместить до 6 растений. Он обладает повышенной устойчивостью к понижению температур. Плодоносит так же, как метелица и таймыр, при весеннем подмерзании куста. То есть после высадки могут листья обмерзнуть, но он снова начнет обрастать, или там через пасынок, если верхушка отмерзнет. Если верхушка не отмерзнет, останется точка роста, возобновит рост. Вот этот сорт полюс, такой же, как все со снежными названиями, полюс, аляска, таймыр, подснежник, метелица, идеально подходит для тех жителей, у которых не очень лето теплое и не очень длинное. Вот видите, сейчас средина августа, он уже дружно отдает урожай. Это как раз тот сорт, который успеет отплодоносить и весь вызреть до наступления массовой фитофторы. Если вот у вас районы поражаются фитофторой осенью, во время дождей, во время вот этих холодных рост августовских, вы успеете снять урожай. Все. Это вот, не смотрите, что они малыши, но очень урожайные, пожалуйста, в засолку, в консервацию лечат томатные пасты, даже делать салаты. Они сами по себе вкусные, мясистые. У нас нынче лето жаркое, они поразили меня очень сладкие. Никогда не было таких сладких томатов. Я еще раз убедилась, что сладость томата полностью зависит от количества солнца, полученного вот этими растениями в течение сезона. Все. С вами была Ольга Чернова. Краткий обзор. Томат Полюс. Томат Полюс.